МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Вынесен первый приговор по делу о массовых пожарах 12 апреля. Осужденная глава Ефремкинского сельсовета Наталья Ворозовская признана виновной, но от наказания она освобождена. Черное золото Хакасии на Красноярском экономическом форуме. Власти ищут бизнес-партнеров, желающих осваивать одно из крупнейших угольных месторождений Сибири. К концу года Хакасия получит замену республиканскому роддому. Строители обещают поднажать и ускориться, чтобы сдать перинатальный центр точно в срок. Абаканцам, оставшимся без лифтов, предлагают самим скинуться на покупку нового. Рецепт дала прокуратура по итогам масштабной проверки. В историю прокралась ошибка. В Черногорске из-за неверных данных советского времени мемориальные доски, установленные в парке шахтерской славы, оказались под шквалом критики ветеранов. Народная книга о памяти есть в Арджиникидзовском районе. С ее автором, краеведом-самоучкой Владимиром Камыниным встретились наши корреспонденты. А ты готов к труду и обороне? В республике начинается масштабная подготовка к кампании по сдаче нормативов ГТО. Все подробности в интервью представителя Минспорта Хакасии. В Хакасии вынесен первый приговор по делу о массовых пожарах 12 апреля. На скамье подсудимых оказалась глава Ефремкинского сельсовета Наталья Ворозовская. В ее поселении от огня пострадало село Трошкино, в котором без крова осталось 19 семей. Глава сельсовета обвинялась в халатности и подлоге служебных документов. Процесс начался в Ширинском районном суде в январе и закончился довольно быстро, так как обвиняемая попросила об особом порядке рассмотрения дела. В четверг был оглашен приговор. Суд признал вину Ворозовской, назначил ей один год исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Но тут же освободил ее от наказания. Подсудимая попала под амнистию в честь 70-летия Победы. Что касается других дел, связанных с апрельской трагедией, то их ведет Следственный комитет России. Информации по ним пока не предоставляется. Проект разработки Бейского каменноугольного месторождения представила делегация Хакасии на Красноярском экономическом форуме. Сегодня это тот приоритет республики, от которого, по мнению правительства, зависит развитие ее экономики на долгие годы вперед. Свой проект республика презентовала на круглом столе с участием представителей правительства России, РЖД, угледобывающих и иных компаний. Напомним, в Бейском и Алтайском районе находятся огромные запасы твердого топлива, поэтому в ближайшие годы там, в довесок Коршановскому, откроются еще несколько разрезов и шахта. Но для добычи и вывоза угля требуется электроэнергия и железная дорога. И сейчас правительство Хакасии усиленно ищет инвесторов для этого дела. Для привлечения бизнеса нужны гарантии государства в поддержке этого проекта. Естественно, мы проработали все вопросы с федеральными структурами. Сегодня единственное, мы просили консолидированной позиции между Министерством транспорта, РЖД, которое нас очень поддерживает, Министерством энергетики, Министерством природных ресурсов, Российскими железными дорогами, сконсолидировать и нашими партнерами, которые инвестируют сегодня уже до десятков миллиардов рублей в этот проект. Обсуждение на круглом столе показало высокий интерес к угольному кластеру Хакасии. Один из главных партнеров проекта, компания РЖД, уже начала разработку вопроса по строительству новых веток и расширения существующих станций и путей. Второе предложение республики также тесно связано с добычей каменного топлива. Это развитие углехимии, которое может заменить собой традиционную выработку тепловой энергии. Интерес к новому производству имеют структуры Олега Дерипаски, но и здесь необходима поддержка федерального центра. Ни одна компания не готова идти без поддержки федерального уровня на такого рода проекты. Сегодня будет круглый стол, обговорим. Опять же, очень важно, кто какую позицию в этой жизни займет. Можно и не замечать эту позицию. Можно говорить, что это пусть наука об этом говорит. Наука без власти, без поддержки власти и на партнера, особенно как федерального центра, не готова будет развивать эту. И по программе освоения бейского месторождения весной откроется новый Майорыхский разрез. Тогда же закончится строительство новой ветки от Оршановского разреза к путям отделения временной эксплуатации, по которой вывозится алюминий на главную железную магистраль. Перинатальный центр в Абакане будет сдан в срок. В этом уверен глава Минстроя, который на неделе побывал на объекте и своими глазами увидел ход работ. После смены генподрядчика перед строителями стоит сложная задача работать качественно и при этом быстро. Уже с этой недели число рабочих на стройке будет постоянно расти, в том числе и в ночную смену. Центр должен быть сдан в декабре. Уже судя по нынешним контурам стройки, такого центра в Хакасии никогда не было. Четыре корпуса плюс подсобные помещения, площадь и комфорт будущего медучреждения обещают соответствовать передовым стандартам. Не случайно правительство держит объект на особом контроле. Это одна из трех федеральных строек, которые должны завершиться до конца года. Между тем, начало этой стройки ознаменовалось скандалом, после которого генподрядчика пришлось сменить. Пришедшей в замен Косноярской компании «Монолитстрой» пришлось срочно наверстывать упущенное. Сейчас здесь трудится 250 человек. С каждой недели их будет больше. К концу недели мы привозим бетончиков. Именно бетончиков в ночную смену еще 25 человек. То бишь, выходим на 280 человек. В марте будет. У нас поправильно производить работы по перегородкам. Внутри уже будем заходить. Зайдут инженерники по водопроводу канализации. То бишь, там уже будет по 300. И к лету у нас будет, наверное, человек под 600, если не больше. На стройке работают в основном красноярцы. Местных кадров не более трети. В данном случае власти не диктуют свои правила. Главное, чтобы «Монолитстрой» сдал объект к концу года. Чем ближе тепло, тем сильнее будут наращиваться темпы работ, обещает генподрядчик. С марта здание будет расти по полтора этажа в месяц. Параллельно начнется отделка. Ошибок прошлого, когда рабочим задерживали зарплату, и других проблем с финансированием быть не должно. Впервые строители получили аванс в 20% от суммы контракта. 420 миллионов рублей подрядчик получил аванс. Соответственно, появилась возможность сразу же развернуть фронт работы, закупать необходимое оборудование. Для родильных палат реанимации операционных требуются особые коммуникации по поддержанию нужной температуры, влажности, кондиционированию воздуха, а также по бесперебойному обеспечению центра электричеством. Изначально планировалось, что это будет импортное оборудование, но в связи с курсом евро генподрядчик вынужден переходить на российские аналоги. На их покупку запланирован миллиард рублей. Это треть от общей стоимости перинатального центра. Марина Конодакова, Дмитрий Кузнецов, Вестихакасия. Жителям Абакана, в чьих домах вторую неделю остановлены лифты, возможно, придется за свой счет решать проблему. Это не исключили в прокуратуре, после проверок которой управляющие компании срочно отключили подъемники. Помимо этого, надзорники оценили и состояние газового оборудования. Подробности в следующем материале. Масштабная проверка лифтов началась по всей стране в середине января по заданию генерального прокурора. Поводом послужил жуткий случай в Санкт-Петербурге, когда молодая женщина погибла, упав с седьмого этажа в шахту лифта. У подъемника отвалилось дном. В Хакасии за месяц проверили чуть более тысячи лифтов, просто старые или те, на которые жаловались жильцы. И теперь впервые у надзорников нарисовалась общая картина состояния подъемников. О том, какое состояние исполнения законодательства вот именно по содержанию лифтового и газового оборудования, это очень важный вопрос. И мы в рамках своих полномочий проинформировали об этом главу Республики Хакасия, председателя правительства Республики Хакасии, чтобы он тоже владел из этой ситуации, поскольку как глава региона он должен понимать на сегодняшний день, в каком состоянии у нас вот данные технические объекты. В целом итог такой. Ездить на наших лифтах можно, это не опасно для жизни и здоровья, но нарушения выявлены повсеместно. Управляющим и обслуживающим организациям выписаны штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. А у 26 подъемников и вовсе истек срок использования. Это значит, их нужно менять. За чей счет пока непонятного фонда капремонта на это денег нет. Собственники должны быть инициаторами в данном случае. Где-то даже, может быть, и даже и скинуться дополнительные денежные средства нести, поскольку, опять же, говорим о том, что содержание собственности, то есть жилых помещений, возлагается только на собственников. Тщательные проверки в этом году прокуратура подвергла и газовой установке, как подземные, так и внутридомовые, больше всего вопросов возникло к Черногорск-газу. В Черногорске, Усть-Абакане, Абакане жильцы ежедневно практически подвергают опасности своей жизни. Отработали нормативный срок службы и не проведена экспертиза промышленной безопасности подземных газопроводов на 23-х групповых резервуарных установках. И также не заключены договоры обязательного страхования риска ответственности за причину вреда ретати аварии на опасном объекте. Пока газовики отделались лишь административными взысканиями, отключать дома от газа прокуратуры не стало. Зима. Но если нарушения не будут устранены, надзорники намерены пойти в суд, чтобы прекратить работу опасных газовых установок. Виктор Буров, Станислав Колченаев, Вести Хакассия. Некрасивая история произошла в Черногорске. В городском парке шахтерской славы установили мемориальные доски, но с текстом, в котором допущены грубые фактологические ошибки. Ветераны-шахтеры посчитали это оскорблением памяти погибших черногорцев, через которых и был установлен монумент. Произошедшее тем более обидно, что в этом году отмечается 85 лет с момента крупнейшей в истории угледобычи Хакассии трагедии, в которой погибло более ста человек. Все подробности в следующем материале. То, что на входе в парк появились две мемориальные доски, почетный шахтер Черногорска Юрий Кондрашов увидел 10 числа, когда пришел возложить цветы к памятнику. Эта дата святая для всех черногорцев. 10 февраля 31 года на одной из шахт произошел взрыв, в результате которого погибли 109, а по неофициальным данным 118 человек. Но на досках указана совсем другая дата и другая причина случившегося. Ушившись в мемориальное, тем более культурное место, их надо уж как правду людям доносить. Это же молодежь. Уже стариков-то нет, которые были тогда. А молодежь. А молодежь воспитывать надо на правде, чтобы знали они. Трагедия 10 февраля – крупнейшая в истории угледобычи не только Черногорска, но и все Хакассии. Рассказ о ней передается из поколения в поколение. И все, кто связан с отраслью, считают своим долгом приходить в парк шахтерской славы дважды в год – на 10 февраля и в День шахтера. В 1931 году, когда Черногорск еще был поселком Черногорские копии, на шахте номер 8 произошел взрыв. Спасти удалось немногих. В то время ближайшие спасатели были в Анжиросуджинске, а местные кадры не владели навыками подобных работ. Тем ужаснее было слышать стоны людей из-под земли. После взрыва возник пожар, который не оставил шансов бригадам добровольцев добраться до всех раненых. Потребовался месяц, чтобы достать всех погибших на поверхность и похоронить. Расследование показало – причиной трагедии стала халатность и несоблюдение техники безопасности. В шахте было много угольной пыли, а рабочие могли позволить себе закурить или даже развести костер. Тем удивительнее сегодня получать другую информацию о случившемся. Эта информация есть. У нас все материалы сохранились. Вы откройте Википедию, интернета, и там будет точно указана дата 10 февраля 1931 года. И даже время 21.40, когда прогремел этот взрыв. Я не знаю, и причины расследования, если мы почитаем сейчас документы, все же было расследовано специальной комиссией. И она не установила никакой диверсии, а именно халатные отношения рабочих и руководства, и взрыв угольной пыли. Возмущенные члены Совета ветеранов-шахтеров обратились в администрацию, но там заявили о своей непричастности к некрасивой ошибке. Парк шахтерской славы – культурный памятник регионального значения, то есть за него отвечает Министерство культуры. Его вины в случившемся тоже нет. По регламенту ведомство пользовалось данными из реестра культурных памятников, которые вносились еще в 1980 году Красноярским Советом народных депутатов. В приложении номер один к названному решению исполкома Крайсовета в списке исторических памятников числится объект культурного наследия – братская могила 89 шахтеров, погибших во время вражеской диверсии в 1932 году. В министерстве утверждают, по документам никакой ошибки нет, но с этим категорически не согласны жители Черногорска. Ветераны-шахтеры собираются добиваться своего и не исключают, что подадут жалобу в прокуратуру. Экономический кризис все больше заставляет государство задуматься о развитии малого и среднего бизнеса. На федеральном уровне готовятся новые меры поддержки, не отстают от них и региональной власти. Так в Хакасии действует гарантийный фонд, который может помочь предпринимателям в получении кредитов. Подробнее об этом директора фонда расспросила моя коллега Наталья Чудина. Что же такое гарантийный фонд и для чего он создан? Гарантийный фонд был создан в 2011 году правительством республики Хакасия с единственной целью выступать поручителям по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства. Это такая мера государственной поддержки предпринимателей, чтобы повысить доступность для них именно кредитным ресурсам. А какую конкретную пользу вы можете принести предпринимателям и предприятиям нашей республики? Мы можем помочь в том случае, если предприниматель либо предприятие обращается к банк за кредитом, и у него не хватает своего залога на ту сумму кредита, на которую рассчитывает предприниматель либо предприятие. Именно в этом случае гарантийный фонд может выступить поручителем на недостающую сумму залога, и предприниматель либо предприятие сможет получить кредит именно в том размере, в котором ему нужно. Ну а какие основные требования к малому и среднему бизнесу вы предъявляете при выдаче поручительства по их кредитам? Требований очень мало. Это первое, регистрация, безусловно, заемщика и ведение бизнеса на территории республики Хакасия, потому что фонд создан правительством Хакасии за счет средств республиканского бюджета. Поэтому мы поддерживаем предпринимателей, которые работают у нас в республике и предприятиям. А второе, с даты регистрации должно пройти не меньше трех месяцев, сумма кредита должна быть от миллиона и выше, срок кредита 12 месяцев и больше. И, безусловно, как и во всех случаях мер государственной поддержки, у заемщика не должно быть просрочено задолженность перед бюджетом и небюджетными фондами. То есть, например, сумма кредита миллион, то есть мы можем дать поручительство на 700 тысяч, и только 300 тысяч должен обеспечить сам заемщик. То есть предприниматели не должны рассчитывать на то, что это будет, ну, абсолютная халява, так сказать? Безусловно, да, и мы настаиваем на этом, даже при взаимодействии с банками и при консультировании и банковских специалистов, и предпринимателей, мы обращаем внимание на то, что поручительство фонда – это не средство погасить безнадежную задолженность, либо выдать кредиты безнадежному заемщику и потом за счет средств фонда эти деньги вернуть. Мы настаиваем на том, что это мера господдержки именно добросовестных заемщиков, у которых есть возможность и желание погашать своевременно кредиты, но нет возможности получить именно ту сумму кредита, которая им нужна. В эфире «Вести Хакасия» события недели, и мы продолжаем. Исторический закон готовится принять Верховный Совет. Речь идет о патриотическом воспитании граждан. В четверг в Абакане прошли слушания по законопроекту, какие предложения поступили и в чем суть документа, расскажет Константин Кравцов. Патриотизм как национальная идея. Заявление президента Владимира Путина нашло широкую поддержку россиян. Парадокс. Но в стране до сих пор нет единого закона о патриотизме. Лишь отдельные регионы проявляют инициативу. В том числе Хакасия. Полгода парламентарии и общественники разрабатывают закон о патриотическом воспитании. Все признают, дальше тянуть нельзя. Пример тому потерянное поколение 90-х и нулевых. Проникновение в сознание несовершеннолетних через средства массовой информации, личных, бытовых контактов, неверные стандарты поведения, в частности жестокость, распущенность, вседозволенность. То, о чем уже говорили до меня выступающие. Отсутствие правильных ориентиров, целей, которым должны стремиться подростки. Итак, предполагается, что любовь к родине прививаться будет через образование, волонтерские и ветеранские организации, СМИ и даже в трудовых коллективах. Что-то подобное было в советские времена. Создание закона попросту обяжет местную власть заботиться о патриотическом воспитании. До сих пор это напоминало инициативу. Цитируя слова президента, один из авторов проекта, Лариса Карпова, отмечает, что подобная норма должна быть общероссийской. Мы как бы долго не обсуждали, что может быть фундаментом, прочным, моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно мы не придумаем. Это уважение к своей истории, традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Республиканский закон о патриотизме сегодня впервые представлен общественности. Вносить поправки могли все желающие. Так, например, молодежный парламент предложил систематически водить школьников в воинские части на экскурсии. Военкомат считает, что нужно создать зональные центры в районах. Одна из студенток призвала не забывать о титульной нации и не меньшее внимание уделять коренной культуре и языку. Всего же было внесено 62 предложения. Любить в том числе и родину, как известно, заставить нельзя. Настоящий патриотизм идет от сердца. Представленный проект закона способствует лишь духовно-нравственному развитию. Но это и есть одни из фундаментальных понятий в патриотизме. Стоит полагать, что даже после принятия законность сиюминутного результата не будет. Воспитание, как известно, требует времени и порой не одно десятилетие. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Конечно, сама идея прививать любовь к родине через специальный закон весьма спорна. Но, видимо, страна у нас такая, что даже чувства, идущие от сердца, подлежит регламенту. А вот Владимиру Камынину из Орджоникидзовского района не нужны никакие законы и указки сверху, чтобы сохранять память о своих земляках, ушедших на фронт или ставших жертвой репрессий. Краевец-самоучка сам издал книгу памяти. И благодаря его труду несколько тысяч человек по всей стране смогли узнать судьбу пропавших без вести солдат Великой Отечественной. И тех, кого несправедливо признавали врагами народа. С автором издания встретилась Мария Добрынина. Писательскую жизнь Владимир Иванович начал с топонимического словаря от Женикидзовского района. На собственные деньги было выпущено несколько экземпляров книги «Путешествия по северу Хакасии». Небольшой справочник собрал всю информацию о горах, реках и достопримечательностях района и даже названиях улиц Копьева. Параллельно он занимался реабилитацией репрессированных родственников своей жены. Ее семья с 13 человек была раскулачена и сослана в Хакасию. После заявления и сбора документов восстановить права в 2012 году удалось двоим членам семьи. И по ходу у меня опять появлялись материалы. И я однажды на сайт зашел, администрации, они только-только скопировали книгу мобилизации Саралинского военкомата 41-45-х годов. Данные краеведа заинтересовали и постепенно он начал создание первого тома книги памяти. В первую часть вошли более двух тысяч жертв репрессий. О каждом есть краткая информация. Имя, фамилия, дата рождения, за что был сослан и восстановлен ли в правах. Для списка Владимир Камынин исследовал архивы библиотеки и интернет-ресурсы. На написание второго раздела, посвященного солдатам Отечественной войны, ушло более года. К тому времени в «Солдатах Победы Хакасии» по нашему району насчитывалось 1535 солдат Победы. Я за то время, пока работал над этой книгой, нашел еще 1700. На сегодня я еще добавляю около полутора тысяч солдат. Последние данные уже пойдут во второй том книги памяти. О краеведе уже давно знают за пределами республики. Владимиру Камынину активно пишут со всей страны семьи фронтовиков, кто когда-то жил в Аджиникизовском районе. Присылают фотографии и письма с войны. К хобби, ставшему частью жизни, знакомые писателя относятся по-разному, но большинство поддерживают и считают его настоящим патриотом. Зачем вы делаете эту работу? Но за тем, что кто-то должен это делать. Благодаря краеведу-самоучке были найдены еще три героя Советского Союза. Все они жители Аджиникизовского района. До этого знали только Марию Цуканову. Экземпляры книг памяти Аджиникизовского района теперь есть в Главной библиотеке республики и, конечно, в Копьевском музее. Сотрудники музея активно сотрудничали с Владимиром Камыниным, составляли списки, исследовали документы. Третья информация для создания списков пришла именно из музея. Это человек, который живет не для себя. Мы очень рады, что такие люди находятся. Это энтузиаст, который не щадит ни времени, ни сил. Вот когда бы к нему не позвонил, он работает на компьютере. Я горжусь тем, что я близко с ним знакома и тем, что я принимала участие в этом проекте. И теперь план у писателя грандиозный. Он надеется собрать деньги на второй том Книга памяти и к концу года ее выпустить. Мария Добрынина, Станислав Колчинаев, Вести Хакасия, События недели. В Хакасии началась подготовка к сдаче ГТО. Кто обязан проходить это испытание и какие выгоды дает наличие значка ГТО? Об этом мы спросили гостя нашей студии, специалиста республиканского Минспорта Александра Свириденко. Страна решила вернуться к сдаче норм ГТО. Александр, расскажите, для кого будут обязательно эти тесты? Вообще, выполнение нормативов комплекса ГТО основной принцип является добровольность. То есть выполнение нормативов комплекса ГТО не носит обязательный характер. Любой желающий, который хочет укрепить свое физическое здоровье, может принять участие в выполнении нормативов. То есть никто из работодателей не имеет права заставлять сотрудника идти сдавать ГТО? Заставлять сотрудника никто не имеет права. Это все на добровольной основе. А как тогда стимулировать людей на сдачу ГТО? Работодатель вправе, согласно своего устава, своего учреждения, поощрять сотрудников за успешное выполнение нормативов комплекса ГТО. Но это все на усмотрение работодателя. А каким образом он может стимулировать? Стимулировать можно дополнительным выходным днем, либо какими-то премиальными. То есть это, ну, согласно все уставы учреждения. А вы не думаете, что если нет вот обязательного стимулирования, да, то и тогда не все будут идти и стремиться к тому, чтобы проверить себя? Ну, я думаю, вообще в последнее время физическая культура, занятия физкультурой и спортом являются модным направлением молодежным, и граждане России, республики Хакасия осознают положительное влияние физической культуры на развитие своей личности. Как у нас Министерство спорта готовится к этой кампании? То есть насколько в целом республика готова к сдаче ГТО? Вообще в республике Хакасия утвержден план по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду и обороне. План утвержден распоряжением главы республики Хакасия. Основным базовой единицей инфраструктуры комплекса ГТО являются центры и места тестирования. И вот основной задачей нашей являлось создание центров тестирования в каждом муниципальном образовании республики Хакасия для того, чтобы каждый желающий мог сдать нормы комплекса ГТО именно не выезжая за пределы своего муниципального образования. И на сегодняшний день могу сказать, что на территории Хакасии уже создано 8 центров тестирования в 8 муниципальных образованиях. И в 5 муниципалитетах уже буквально центр тестирования на подходе. А вот в столице Хакасии где находится центр тестирования конкретно? В столице республики Хакасия как раз тоже центр тестирования на подходе. Он будет располагаться на базе АЦСК Саяны. Спорткомплекса Саяны. Александр, попрошу вас все-таки объяснить нашим телезрителям, вот тем, кто думает о том, чтобы сдавать нормы ГТО, что они должны делать? Как они могут вообще узнать информацию? Куда нужно позвонить или куда нужно зайти? В первую очередь вся информация о ГТО располагается на сайте gto.ru. Это очень мощный информационный портал, на котором есть и вся нормативно-правовая база, вся документация и вся, собственно говоря, последовательность выполнения нормативов ГТО. Если есть какие-то вопросы, можно позвонить, соответственно, в Министерство спорта либо в местный орган самоуправления в области физической культуры и спорта, муниципального образования. А что бы вы посоветовали людям, которые, ну вот, и хотят себя проверить, но опасаются, опасаются как-то опростоволоситься, не знаю, не справиться с заданиями? Я хотел бы людям посоветовать, попробовать. Все-таки нормы ГТО это не раз выполнил и ушел. Их можно выполнять, соответственно, несколько раз в году, готовиться. Прежде всего, нормы ГТО это проверка самого себя и для себя. То есть нет необходимости там перед кем-то красоваться. Вы просто подтверждайте. Если вы чем-то занимаетесь, вы бегаете, ходите в тренажерный зал, вы можете прийти и посмотреть, на что вы способны на самом деле. Какие знаки отличия будут даваться людям, сдавшим эти нормы? Людям, сдавшим нормы комплекса ГТО, предусмотрены знаки отличия, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому. И до испытаний. То есть в этих значках будут действительно драгоценные металлы? Ну, драк металла не будет, но напыление, да. То есть их знакам отличия будут также предоставляться удостоверения о выполнении нормативов комплекса ГТО. Вот опять хочу вас вернуть к вопросу. Все-таки, ну, если все поощрения за сдачу этих норм, они только на усмотрение работодателя, еще неизвестно, кто на что пойдет, будет ли действительно там предоставляться дополнительный день к отпуску. Все-таки какие еще есть стимулы для того, чтобы испытать себя таким образом? Например, для выпускников общеобразовательных организаций предусмотрены поощрения в виде дополнительных баллов в некоторых высших образовательных организациях. То есть тоже на усмотрение образовательных организаций могут быть начислены дополнительные баллы за соответствующие золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. Но у нас в республике ХГУ и ХТИ пойдут на это? Ну, вероятнее всего, да. Итак, тогда последний вопрос. Когда конкретно у нас начинается сдача норм ГТО? Да, сейчас, как раз в 2016 году, идет апробация норм ГТО среди учащихся образовательных организаций. А уже начиная с 2017 года нормы ГТО смогут сдавать все желающие, всех групп и населения республики Хакаси. Начиная от шести и без ограничения по возрасту. Жители Хакаси смогут поддержать свою землячку, которая участвует во втором сезоне конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Очередная программа выйдет в эфир в понедельник, 22 февраля, в 19.15. Республику на всероссийском конкурсе представляет молодая, но уже известная в своих кругах Катя Кележекова. Она лауреат разных конкурсов, в том числе «Новой волны» и нашего фестиваля от Иры. Участие в шоу на телеканале «Звезда» – это не только возможности для молодых артистов, но и шанс регионам заявить о себе и своей культуре. И это является главной фишкой шоу телеканала «Звезда». Как только в понедельник выйдет выпуск программы, на странице конкурса ВКонтакте начнется голосование за приз зрительских симпатий. Чтобы поддержать Катю Кележекову, не нужно отправлять платных смс. Достаточно оставить за нашу певицу лайк в соцсети. И это последняя информация нашей программы. Материалы вы можете посмотреть также на сайте вестихакасия.рф. И желаю вам приятного окончания выходных. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова